Добрый день! Это просто является важным инструментом для успешного, как я надеюсь, обучения в школе коучинга. Ну, просто вот без самого гипноза никуда. Ну, для того, чтобы объяснить клиенту, будущему клиенту, как закрепить результат, прежде всего надо самому владеть этими техниками. И здесь как раз самый гипноз – это самое, что ни на есть, лучшее подспорье. Ну, за время обучения какие вот самые три ценных фишки я взял, внедрил. Ну, первое, наперво, прежде всего, это то, что это не только полезно для обучения в школе коучинга, но еще и приятно. Устаешь ты не на шутку, потрансуйся хоть минутку. Это раз. Ну, и вдобавок, как вот вечером очень классно, клево засыпать под голос Павла, под какой-нибудь транс. Просто без этого вот уже, ну, невозможно. Выбираешь транс на полчаса какой-нибудь, замечательно просто, усыпается на раз. И, конечно, как инструментарий для школы коучинга, как я говорил, закреплять свои новые состояния, свои новые успехи, в общем-то, бороться с внутренними конфликтами. Ну, как вот без трансов я уже не представляю. Вот это вот самая главная третья фишка. Какие озарения? Ну, прежде всего, я понял, что мир огромен и очень сильно это видно и замечается именно в трансах. Все благодаря тому, что я принял точку зрения того, что вот оно существует. Оно, это самое бессознательное или подсознание, или как там его назвать, это не в этом суть, не в названии. Главное то, что в нашем внутреннем мире есть все. Все, что нам необходимо, и вот это все подвластно тому самому бессознательному. А с ним можно договориться. И путь к диалогу – это трансы. Второй момент – это то, что трансы имеют практическое значение. И любой наш успех в физическом мире определяется в первую очередь настройкой и работой нашего подсознания. Просто многие успешные люди, которые считают, что их успех – это воля случая, или же воля их физических усилий, не осознают, что на интуитивном уровне они доверяются своему подсознанию прежде всего. И их интуиция – это не что иное, как работа того самого подсознания. И потому они успешны. Но уж если есть выбор слушать или слушать свое бессознательное, и есть умение его слушать, ну, хоть чуть-чуть, надо быть полным идиотом, полным дураком, чтобы не замечать его сигналов, проходить мимо такого немаловажного факта в нашей жизни для успешности. Ну и, наконец, последняя фишка, которую я вынес из этого тренинга, в совокупности, конечно, со школой коучинга, это то, что мир таков, как мы его видим, как мы его создаем. Мир вокруг нас, он как бы отражает наше отношение к нему. И бессознательно, как часть мира, обладает теми же самыми свойствами. А это рождает простой вывод. Если хочешь быть счастливым, будь им. Все в твоих руках. Да, может не хватать пока что-то энергетики для активного управления своим положением в этом мире, своим состоянием. Ну, копи, трансуй, и оно придет. Все в наших руках. Какой способ погружения в транс мне больше всего понравился? Конечно, какие-то транс получаются лучше, какие-то хуже. Самый мой любимый транс в курсе самогипноз-1 антистресс, это и есть тот самый антистресс. Течение ручья, реки, как бы помогает вымыть все пустые мысли и хорошо останавливать этого самого внутреннего бултуна. Налаживается, таким образом, хороший контакт со своим бессознателем, с тем, кто внутри нас, с тем, кто помогает нам правильно идти по этому пути. Так что, ну, это, конечно, мое личное мнение. Там есть много других хороших, но вот это мне нравится больше всего. Дальше. Почему я выбрал именно этого тренера и этот тренер? Именно этот тренинг? Не могу сказать, что я конкретно выбрал этого тренинга. Наверное, просто пришло время, и тренинг выбрал меня, и появился учитель. И слава Богу, я готов быть учеником и дальше, и намереваюсь продолжить это свое путешествие в мир бессознательного. Дальше вообще пойдут такие сложные вопросы, на которые не люблю отвечать. Это по материальным затратам. Сколько стоит? Ну, по фактическим затратам немного, можно сказать копейка. По реальной ценности – миллион. Ну, как оценить, вот, скажем, тепло, солнце на курорте? Можно оценивать стоимость номера в гостинице, можно оценивать койку, можно оценивать лежак на пляже. Но никак. Сам процесс отдыха. Каждый эту ценность создает сам для себя. Кто-то на курорте лежит кверху пузом, пьет пиво, кто-то ездит по достопримечательным местам, кто-то интересуется подводным миром, ныряет. То есть, ценность появляется исключительно в паре объект-потребитель. За всех других людей я говорить не могу. Поэтому, ну, какая ценность? С точки зрения потребления просто надо отсекать случайных людей, поэтому цена должна быть не менее двух-трех тысяч рублей. Чтобы праздновали богатствующие, даже не попадали, не создавали лишнюю нагрузку. Окупился ли у меня тренер? Конечно, окупился. У меня ушел как дополнительный опция к школе коучинга, поэтому он окупился многократно, стократно, тысячекратно. Но самое главное, что он не был просто дополнением к школе коучинга, необходимым для того, чтобы успешно продвигаться по обучению в этой школе. Это был просто прекрасный подарок. Так что, спасибо Павлу и всей его команде за этот тренинг. Спасибо. Продолжение следует...